здравствуйте меня зовут евгений алексеюк автопанорама тест-драйв у нас сегодня на тест-драйве очень популярный автомобиль у нас в беларуси это веста sv cross это обновленная модель 2020 года и это очень ожидаемая новинка у нас сегодня на тест-драйве веста с беступенчатой автоматической трансмиссией либо вариатором если говорить проще хотя сами вазовцы не очень любят такое название если говорить о внешности этого автомобиля ну я вообще не люблю говорить о дизайне поскольку у каждого человека свое видение свое предпочтение но все-таки этот дизайн не вызывает никакого отторжения я бы сказал бы даже что машина симпатичная она реально красивая эта версия с небольшими обновлениями в эта модель двадцатого года то есть целом внешность осталась точно такая же как и было это кроссовая модификация традиционная это все 17 дисками 17 машинами кузов у нас это универсалы своя лично я приверженец седанов но если говорить конкретно про этот автомобиль он я бы сказал бы более выигрышно чем седан выглядит потому что обычно седаны они такие такие утилитарные зерновозы все-таки эта машина смотрится динамично отличить ее от стандартной мест и предыдущего скажем так поколение либо правильнее сказать до обновления можно внешне лишь но по нескольким штрихам это зеркала иной формы и они теперь складываются и фактически иные дворники то есть здесь уже стоят бескаркасные дворники в остальном ну фактически это автомобиль ну ничего во внешности не поменялось теперь взглянем подкапотное пространство здесь стоит мотор от альянса от рено nissan который работает в паре с вариатором вариатор здесь от компании джатка этот мотор проблем каких-то владельцу не доставит они известны по предыдущим моделям они достаточно ресурсные моторы достаточно надежно как себя поведет вариатор но на это лишь ответит время и этот вопрос ну наверно может дать ответ только какой-то опыт эксплуатации в остальном традиционной для весты компоновка единственное видим наверно популярность среди вестоводов это новый забор воздуха вот такая вот трубка места старого короба ресивера но и мы видим а поскольку двигатель другой у него несколько иной подвес то есть сама корпус опоры он остался в таком же виде как и был на вестах с мотором 16 18 но сам крепеж несколько другой и единственное еще замечание к мотору то есть мы видим здесь у нас четыре свечи 4 катушки зажигания и при замене свечей надо будет снимать впускной коллектор это но есть определенный минус то есть если вот эту вот свечку еще как-то и катушку можно будет заменить без съема ну я не знаю может да вот этой можно будет добраться то 2 это однозначно съем коллектора поэтому ну это такой небольшой минус ну здесь еще на обновленной модели как мы видим добавили грязозащитный такой кожух перед механизмом открывания капота что должно по идее уберечь от попадания соли реагентов и залипания вот этой вот рукоятки интересный момент на вестах с конца девятнадцатого года устанавливается фильтр нового образца то есть он просто прямоугольный здесь как мы видим устанавливается фильтр старого образца замена воздушного фильтра простая и быстрая для будущих реальных владельцев вест капот закрывается таким образом не надо его ложить потом давить потому что вы помните именно сам капот у вас будет мять ну и теперь собственно багажное отделение но для начала скажу что спинки сидений складывается достаточно легко в пропорции 60 на 40 без всяких манипуляций дернул за ручку они сложились сам багажник скажу так он не блещет там своими размерами он не рекордсмен не гигант своем классе но в то же время наверно это первая машина где вазовцы очень дико поработали с мелочами вот здесь у нас полно различных крючков чтобы повесить там сетки как-то зафиксировать груз у нас здесь вот такая вот ниша причем завода здесь предусмотрена такая зажим подразумевает наверное будет ставить водителя не замерзайку на зиму это все прижимается чтобы она не болталась здесь такая ниша можно подложить можно что-то положить какую-то мелочевку кстати покажу многие еще вот так вот ее снимают и до какую-то мелочь ложат ну конечно автовазом это не предусмотрено но как бы тем не менее вот здесь у нас есть еще отделение такое достаточно объемное куда можно тоже разместить что-то что возить с собой нужно но вещи не первой необходимости кроме того не будем забывать про фальшпол это опять же привилегия дорогих комплектаций и отложу коврик то есть мы видим что у нас два вот таких вот бокса куда можно сложить всякую мелочевку чтобы она была в автомобиле но не болталась по всему багажнику плюс еще смотрите в нише запаски сколько места опять же какую-то мелочь без проблем можно все это дело разложить опять же при необходимости фальшпол можно вынец тем самым увеличив объем багажника плюс еще опять же зарядка в багажнике то есть розетка фактически лада в этом отношении очень хорошо и очень детально проработала багажное пространство компоновка салона достаточно удобная все на своих местах то есть каких-то трудностей впервые сев за руль этого автомобиля но ни у кого не возникнет то есть блок управления климатом центральный замок подогрев лобового отключения системы стабилизации управление круизом магнитола и громкой связью на руле блок стеклоподъемников принципе все просто лаконично и понятно для владельцев мест именно предыдущего пока не поколение бы сказал да вот этих вот мелочей могу сказать что поменялось ну во первых стоит рулевое колесо которое уже по крайней мере в данной комплектации она отделана кожей скорее всего искусственной экой и вот здесь вместо заглушки появилась кнопка обогрева руля то есть этот автомобиль уже с функцией подогрева руля мы видим подстаканники так называемые в народе глубокие подстаканники то есть предыдущая версия не были гораздо ниже и фактически есть туда поставив какую-то чашку и зайти в какой-то вираж но содержимое этой чашки и сама чашка мага могла оказаться где-нибудь в ногах переднего пассажира либо водителя здесь уже человеческие глубокие подстаканники но и собственно иной рычаг переключения режимов трансмиссии единственное ну наверное чтобы хотелось бы чтобы вазовцы поменяли но они этого не сделали многие жалуются на эту кнопку стеклоподъемника но пассажирам не слишком удобно тянуться и вот эти вот вещи вот это вот отделка салон вообще в кроссовых модификациях в двух вариациях это либо серый либо оранжевый и вот это вот отделка как вазовцы ее называют там кожа змеи но я не знаю это какая-то наркоманская наверное змея потому что ну это ужас и вот общаясь с автовладельцами но фактически все это переделывает кто-то заклеивает в аквапринт кто-то заказывает с россией там в рояльном лаке кто-то затягивает пленкой но действительно это смотрится несколько убого и дешево то есть по сути так понимаю эта деталь тоже выполнена методом аквапринта ну можно было подобрать рисунок там какой-нибудь шлифованный алюминий либо еще что-то и вторая такая претензия это сама кулиса вариатора ну она на мтх хорошо смотрится шикарно она смотрится на x-ray а вот здесь она выглядит так тут если взять там английского был бульдога и приделать ему гениталии от коня ну ну как она несуразно какая-то здоровая но можно это было сделать гораздо меньше и аккуратней в остальном то есть сиденье достаточно удобных место просто предостаточно особенно для своего класса въезд это б-класс надо такой дикий переросток б-класса подлокотник с небольшим боксом куда можно положить мелочевку но единственное такое опять же из области немножко претензий какой-то ниши для телефона не хватает здесь он будет лежать он подстаканником мешает здесь он под ручником ну то есть хотелось бы чтобы отдельная какая-то ниша появилась но возможно то в рестайлинговой вариации пару слов еще о мультимедии да она там наверное ну на фоне современных устройств на андроиде выглядит где-то архаично там динозавром но тем не менее она неубойная как автомат калашникова то есть она достаточно хорошо надежно работает в жару в холод в широком температурном диапазоне есть навигация такая у нас сити гид но включать и не буду сейчас опять же на перешивается ставится навител ну как бы это уже нюансы по этому ну и плюс камера заднего вида я сижу сам за собой то есть не вместо просто валом что сверху над головой то есть фактически вот что здесь ну абсолютно и в принципе даже троем на дальнее расстояние здесь комфортно вот это вот привилегия самой дорогой комплектации это подлокотник с двумя подстаканниками то есть но значительно облегчит поездку если едут два пассажира также привилегия самые самые дорогие комплектации это у нас два сзади обогрев заднего сиденья но греется правда только подушка спинка не греется и это у нас юсб зарядка версии которая попроще здесь будет заглушка ну и здесь традиционно зарядка и кстати чем отличается еще вот этот вот небольшой рестайлинг весты тем что стоят ограничители дверей иного образца старые владельцы но многие жаловали за такое достаточно расхлябанное положение дверей здесь то есть видим я ее дернул она ну так достаточно четко фиксируется но также есть плафон для подсветки все достаточно удобно но как я говорю чем подкупает веста тем что в своем классе она гораздо больше своих конкурентов на реально значительно больше и фактически тот набор опций этой датчик дождя датчик света подогрев сидений это те же мультимедиа с навигацией ну достаточно все богато все-таки это автомобиль это не чисто городской автомобиль это все-таки такой унисекс я бы сказал можно без проблем съезжать с дороги и причем на довольно высокой скорости с сохранением комфорта передвигаться и самое интересное настройки шоссе именно таковы что вот как раз таки какая-то гребенка которая как стиральная доска она гораздо лучше и комфортнее если ехать на более высокой скорости ну и поведение на асфальте то есть я сейчас не в целом о вариаторе вообще как бы а веста говорю при своем клиренсе я бы сказал бы это идеальное поведение талонное просто поведение машины то есть фактически вот перестроение у автомобиля очень приемлемые крены очень острый руль рулежка достаточно четкая особенно если это учитывать фирмс автомобиля по рулежке я бы сказал бы филигранная конкретно что сказать об этой связке именно бесступенчатая трансмиссия и мотора от альянса арно nissan очень двоякие впечатления с одной стороны машина комфортная нету переключений ну потому что их фактически нет они не чувствуются но мне допустим как любителю такого более активного стиля езды мне не хватает динамики причем даже мануальный режим он фактически не спасает а мт предыдущие скажем так вариация весты с двумя педалями в части динамики но она реально была подинамичнее особенно если как народ и этом прошивал коробку робот это все значительно веселее ехала претензия именно к вариатору вот смотрите моделируя ситуацию вот мы едем там 40 километров в час моделируем очень загруженная дорога перед нами допустим идет тихоход мы вот за ним ползем нам тут появилось окно для обгона нам нужно очень быстро обогнать смотрите что происходит я педаль в пол секунда задумалась она заревела и она поехала на той же коробке мт происходит следующим образом педаль в пол 2 передачи вниз и пошел выстрел здесь ну это все как-то так очень сглажена очень ну и сама педаль такая вот я сейчас давлю на педали на не скажу что блещет отзывчивостью какой-то та ситуация которая говорил вот смотрите перед нами трактор скорость 40 километров в час и дорога достаточно загруженная потом 30 даже есть вот у нас освободилась пытаясь его обогнать пол секунда паузы рев и она плавно уехала но хотелось бы чтобы это происходило быстрее но в то же время если вы ездите спокойно наверное эта коробка вас порадует в отличие от мт где там нужно было поменять сцепление там еще что-то там сделать какую-то прошивку здесь но это тот вариант когда ты развернул товар из упаковки сразу начал им пользоваться то есть в плане комфорта на шикарная коробка я не скажу что она очень ущербная по динамике мне ее просто не хватает ну и вообще в целом если взглянуть на весту очень радует то что многие решения именно с премиум класса с автомобилей премиум класса находят свою жизнь перекочевывает более бюджетный класс то есть фактически но давайте смоделируем ситуацию лет там 10 назад вы могли представить что грубо говоря в жигулях у вас подогрев лобового там датчик света датчик дождя что у вас в конце концов автоматическая трансмиссия и мультимедийная система где можете пользоваться навигацией камера заднего вида причем что очень радует то что веста как я уже говорил ты в плане багажника и в плане салона она достаточно продуманная к мелочам в козырьках зеркала опция для девушек причем и у водителя зеркала есть но наверное опция такая для девушек очень немаловажная чуть-чуть доработали управление круизом вазовцы то есть теперь нажатием на плюс на плюс добавляется и на минус добавляется либо убавляется два километра вот поедем 100 километров в час у нас нету даже фактически двух тысяч оборотов там где-то 1800 1900 то есть по трассе автомобиль но он должен быть достаточно экономичным давайте посмотрим комплектации в беларуси и россии в беларуси на данный момент этот автомобиль представлен двух комплектациях это комфорт винтер и это люкс престиж если мы говорим о россии здесь добавочные две комплектации еще добавляется комплектация комфорт и комплектация люкс мультимедиа фактически если сравнивать две высшие комплектации здесь отличие будет в небольшое то есть это подлокотник заднем сиденье обогрев заднего дивана и легкая тонировка в беларуси если мы рассматриваем св кросс с вариатором комплектацию комфорт винтер вот я сейчас прямо смотрю на сайте можно купить за 32 тысячи 480 белорусских рублей и комплектация люкс престиж это 35 тысяч 870 рублей а если взять в кузове седана комплектация люкс престиж можно купить за 32 тысячи пятьсот шестьдесят рублей то есть фактически седан на полном фуле можно купить как св средней комплектации давайте посмотрим цены в российской федерации собственно старт эта комплектация комфорт кузов св кросс это семьсот восемьдесят три тысячи восемьсот десять рублей максималка это люкс престиж это восемьсот девяносто семь тысяч двести десять рублей то есть фактически относительно если пересчитать по курсам плюс минус цены на данный момент они где-то сопоставимы это был тест драйв автопанорама сегодня мы тестировали новую весту обновленную модель 2020 года и наверное очень ожидаемую новинку это веста с вариатором джатка пишите комментарии нам важно ваше мнение ну а на сегодня все меня зовут евгений алексеюк всем счастливо и